В Твери прошел круглый стол на тему сохранения развития культурного, туристического, экономического и инфраструктурного потенциала исторических городов и поселений Верхневолжья. Участие в мероприятии принимали депутаты Законодательного собрания Тверской области, главы малых городов и эксперты из различных субъектов России. Собравшиеся обменялись опытом и способами улучшения городской инфраструктуры, а также привлечения туристов. Об итогах встречи рассказывает наш корреспондент. Значительная часть малых городов Верхневолжья является средоточением уникальных памятников культурного и природного достояния, центром познавательного туризма. В нашем регионе более 10 тысяч объектов культурного наследия. Развитие современной экономики, образование, воспитание подрастающего поколения, в любви и уважении к своей стране и ее истории, все это невозможно без сохранения культурного наследия, которое в первую очередь как раз и сконцентрировано в исторических городах и поселениях. На федеральном уровне проводится активная практическая работа, направленная на развитие малых городов и поселений. В частности, речь идет о капитальном ремонте объектов культурного наследия, а именно сохранении исторической застройки в малых городах. Сейчас на рассмотрении в Государственной Думе законопроект, внесении в том числе жилищный кодекс и ряд других федеральных законов изменений, о том, чтобы для таких домов у нас фактически средств в два раза больше была такая возможность. Для обмена опытом на круглый стол были приглашены представители не только из Тверской области, но и из различных субъектов России, которые рассказали о том, как у них сохраняется и развивается культурный и туристический потенциал в малых городах. А также участники оценили практику Верхневолжья в этом вопросе. Я вижу, как у вас развивается туристическая деятельность. Наверное, есть чем нам поучиться друг с другом, есть чем обвиняться, с какими моментами. Найдем какие-то пути решения. Все это на пульс. У нас очень много общего, потому что наш Орехово-Зуйский округ – это родина Кузнецова Матвея Сидоровича. Это третий у нас в династии Кузнецовых, кто развивал фарфоровую промышленность, конаковский фарфор. Это он же его купил. Это Морозово, Савва Морозов. Это тоже родом из Орехово-Зуево. Мы знаем, как он развивал и в Тверской области текстильную промышленность. И вот сегодня у меня есть идея, что мы можем это как-то организовать, две территории с таким перекликанием историческим. Участники встречи отметили, что за последнее время увеличились показатели внутреннего культурно-познавательного туризма в малых городах. Однако важно и дальше продолжать развивать туристический потенциал исторических городов. Пребывание здесь, знакомство с опытом развития малых городов, исторических городов – это всегда очень ценно. И убежден в том, что на сегодняшний день Тверская область может становиться таким примером. Во-первых, принципиально важный вопрос – воспитание нашей отечественной российской идентичности. Второе – то, что Тверская область сегодня убежден один из лидеров в вопросах реализации программ модернизации исторических поселений, исторических городов. По итогам круглого стола разработаны предложения по совершенствованию законодательства и созданию специфических мер поддержки малых городов и исторических поселений.